Сегодня Азербайджан, заметьте, уже с Арменией, вопросы Нагорного Карабаха уже не решает. Заметьте, все встречи Путина, Башняна и Алиева, они затрагивают все, что хотите, но тему Карабаха вообще не присутствует. А знаете почему? Потому что Армения не имеет никаких рычагов больше влияния на это. Это уже стало проблемой между Россией и Азербайджаном. Вот так, там находятся российские миротворцы с разрешением Азербайджана, подписан договор на 4,5 года, а за эти годы Азербайджан с Россией решат. То есть как политическая конъюнктура ляжет, какие будут отношения у Азербайджана с Россией, как Россия будет спекулировать на этой теме, в зависимости от того, что будет происходить в Ереване. Пашинян там будет сидеть, Качарян будет там сидеть, как это будет работать. То есть как Россия сможет использовать этот фактор для торга. Но Армения тут вообще не присутствует уже больше. Армения уже сегодня отошла, Азербайджан их отодвинул до своей так называемой территории 1991 года. И вот здесь уже проблемы у Азербайджана с Арменией. Делевитация, демаркация, Зангизурский коридор, Лачинский коридор. Это все уже происходит там. Тема Карабаха уже вообще не озвучивается. Заметьте, никто, единственный, кто это озвучивает, тот же Пашинян и армянский там эстеблишмент, которые хотят выдать желаемое за действительное. Начинают вспоминать Минскую группу, и вот сейчас встреча в Брюсселе и все остальное. Никакой темы Нагорного Карабаха на встрече в Брюсселе обсуждаться не будет. Азербайджан вообще эту тему больше ни с кем обсуждать не будет. Я имею в виду, не в рамках Минской группы, не в рамках каких-то, а в рамках Минской группы могут обсуждать какие-то гуманитарные проблемы, которые будут сейчас. Более того, если кто-то думает, что там 15 декабря будут какие-то особые там движения или что-то, категорически это не так. Потому что Евросоюз, Брюссель на земле сегодня не присутствует, категорически. Их там нет. Вот их там нет на самом деле. Их там нет вообще. Там реально кто сидит, там все на земле. Россия, Турция, Азербайджан. И, естественно, Армения, которые не знают, кому прислониться. К Москве не доверяют. Европа не очень-то может что-то сделать. Иран пошел на сделку и с Россией, и с Азербайджаном, и с Турцией. И это открыто видно сейчас. Побрятал оружие, пока ему указали место. И видите, Иран уже договаривается и с Турцией, и с Азербайджаном. Что делать Армении? Остается один вариант. Или же идти на конфронтацию. Кто за вас спишется? Никто. Значит, вы потеряете еще больше. Значит, вы потеряете. Значит, у вас вот этот Зангизур сегодня превратится уже для вас на Горном Карабахе. И кто будет вам... То есть это проблема вот такого типа, понимаете? Поэтому остается... Вот идет силовое такое давление. Никто это не скрывает. Занимайтесь делимитацией, демаркацией. Признавайте территориальную целостность. Открывайте коридоры. И давайте делайте деньги. Забудьте об этом. Потому что этого уже не будет. Никто вам тему Карабаха сегодня на стол не поставит. Потому что там ничего такого не происходит. Там нет никаких этнических чисток. Армяне там 25-30 тысяч. Они живут под охраной тех же российских солдат. Хотя они хотят все уехать. И если там российских солдат не будет, они за один день все уедут. Никто там жить в такой обстановке и жить не хочет. И лишь должен быть мир. Если вы хотите, чтобы там был мир, вы должны пойти на этот мир с Азербайджаном. Вам предлагают. Вы не хотите идти на конфронтацию? Ради бога. А более того, они еще не идут на конфронтацию с Россией в этом вопросе. А чем это может закончиться? Завтра Россия может сказать, хорошо. Вы не любите Россию, у вас антироссийские настроения. А у нас договор с Азербайджаном вот на такой. Мы уходим отсюда. За день до этого, когда они об этом заявят, там ни одного армянина не останется. И все, спокойно они уходят. Они сдают эту территорию Азербайджану. Потому что по юридическим всем документам, это территория Азербайджана. Но армяне не захотели там жить. Не захотели уехать. Кто захочет, останется. Вопрос может быть и так решен. Или вы думаете, что кто-то туда войска ведет? Кто? На основании какого юридического документа? На основании какого решения? Что Совет Безопасности даст это решение? Это не Югославия. Юридически здесь все на стороне Азербайджана. Я уже не говорю о том, что военно-технически Азербайджан уже к этому долго готовился. Вот и Грузия, вот и Украина. Вот когда я говорю про многовекторность. Вот так должны подготавливаться. И политически, и в первую очередь военно-технически. Я вижу, например, сегодня... Вы меня спросите, я сторонник мира. Вот сегодня. Ну, ежели не понимает кто-то, как мне его убедить? Я должен ему показать силу. Я должен ему показать силу. Потому что он должен знать, что он потеряет. Что он потеряет намного больше. Вот за 44-демную войну Пашиняну четко говорили. Ему один раз предложили, два раза предложили. Не пошел же на сделку. Значит, надо было тебя так наказать, чтобы ты был согласен. И уже когда уже Фан Кян Ди надо было взять, а там было в окружении огромное количество этих армянских солдат. То есть вот тогда он прекрасно понял, что это вообще, да, тогда здесь термин закончится не только Нагорным Карабахом. Эта тема закончится и частью Армении. То есть уже ситуация поменяется. Остановимся на том, на чем они остановились. Ну, это же может и развиться дальше. Это может развиться на всей протяжении тысячекилометровой границы между Арменией и Азербайджаном. Тебе говорят, открывай Зангельзерский коридор. Это пункт номер 9. Тебе говорят об этом. Там в пункте написано. И там написано, что ФСБ России будет это охранять. Ты же сам подписал это. Будешь выступать против этого, Россия и Азербайджан скажут, что ты нарушаешь этот договор. Раз ты нарушаешь этот договор, Азербайджан вправе продолжать то, что он не завершил. Кто ему слово скажет? Ты сам отказываешься от своей подписи. Латчинский коридор автоматически закроется. И ты мало того, что Латчинский коридор закроется, не будешь иметь вообще никакого контакта. Ты еще сделаешь так, что Зангельзерский коридор полностью, и еще может быть весь Зангельзур потеряешь. И это твое отношение к армянской государственности, к Армении.